Всем огромнейший привет! Меня зовут Элина. Я рада вас приветствовать на канале Элитка Гадалка. Сегодня у нас будет очень интересная тема, о которой не снял только ленивый. Это коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года. Сразу скажу, что очень многие специально наводят паники, страха, невроза на зрителя, потому что постоянно запугивают, что вот коридор затмений, вот с вами случится что-то непоправимое, беды, всевозможные лишения, всевозможные расставания и прочие-прочие бедствия. На самом деле это далеко не так. Коридор затмений влияет, но не на всех и не на каждого. Нужно не забывать, что солнечные затмения больше влияют на мужчин, лунные на женщин и люди, рожденные в затмении, как раз это время могут использовать себе во благо, как раз наоборот могут оседлать эту волну удачи и воспользоваться в плюс себе. Поэтому прежде чем смотреть такие видео сомнительных, я даже не хочу их называть профессионалами, это просто люди, которые вышли на YouTube, просто косить просмотры, косить подписчиков и, соответственно, не имеют никакого отношения к эзотерике, к астрологии и таро. Давайте посмотрим через онлайн-гадание, каким образом коридор затмений повлияет на вас, что вам принесет и что вам нужно делать, чтобы эти события для вас реализовались по максимуму и во благо вам. Итак, сегодня у меня не три, не четыре варианта, а целых пять. Вы можете загадывать либо по номерам 1, 2, 3, 4, 5. Вы можете загадывать либо по колоде, универсальный ключ, 78 дверей, 9 мунтаро, Николета Чиколли и Таинство Таро, или она же Таро Заклинатели, и так и так. Также вы можете загадать не через карты, а через ключик. Вот такой старенький двойной ключик, смотрите, номер 1, он двойной. Современный ключик номер 2, ромбовидный ключик старинный, относительно старый квадратный ключик и круглый ключик. То есть вы можете либо по ключику, либо по колоде, либо можете даже два варианта. Может быть, у вас будет микс первого и, допустим, третьего, или второго и пятого. Такое тоже бывает. Итак, я вам даю несколько минут подумать, сконцентрироваться, что принесет вам этот период, этот коридор затмений, и как воспользоваться во благо этим периодом для вас. Что вам вообще делать, да? Ну и, конечно, меньше паниковать и меньше слушать вот такие вот пугалки, прогнозы. Я их тоже посмотрела сама, поняла, что нужно срочно снять ответное видео, потому что очень-очень много ересей и шелухи снимают, просто для того, чтобы были просмотры, но не ради того, чтобы помочь своим зрителям. Итак, загадывайте любую колоду, которая вам нравится, и мы начинаем смотреть. Так, выбрали. Все, начинаем работать с колодой номер один, и, соответственно, ключ вот такой вот двойной у нас. Будем смотреть данной колодой. Сразу скажу, что если у вас резонирует, это хорошо. Вот с самого начала вы понимаете, что это про вас. Если не резонирует, возможно, вы не сонастроились, возможно, конкретно этот прогноз вам не подходит. Такое тоже бывает. Итак, смотрим. Первый момент. Как коридор затмений обозначится на вас? Каким образом, какие события будут у вас? И что он принесет вам? Давайте посмотрим. Тройка мечей, солнце, колесница, смерть. Вы знаете, вот как будто бы какая-то поездка, либо какая-то командировка. Вот были у вас в планах вот куда-то поехать, что-то новое посмотреть, какая-то новая страна, какой-то отдых. И вот этот отдых, это вот туристическая история для вас не реализуется, не сбудется. Ну, как бы это и не мудрено. Карантины везде. Правда же неприятно приехать в другую страну, где будут все закрыты интересные места, все музеи, все какие-то смотровые площадки. Ну, на мой взгляд. Поэтому, может быть, хорошо, что вы не поедете, но вот именно разочарование от того, что поездки не будет, очень-очень важный момент. И также у номера один может срезонировать, как поломка машины, поломка автомобиля, либо невозможность купить хороший автомобиль, если вы хотите сейчас его приобрести, либо невозможность, может быть, продать автомобиль. Да, вот этот вот момент. Ну, и в целом я бы сказала, что вам очень хочется тепла, солнышка, вот каких-то вот детских радостей, безусловно. Хочется вот, знаете, вот вам, судя вот по этому раскладу, вам нужно обязательно в себе вашего яркого ребенка открывать. Что это может быть? Вы должны вот какими-то детскими вещами заниматься, больше времени с детьми проводить, если они у вас есть. Если у вас нет детей, абсолютно пересмотрите какие-то детские фильмы, детские мультики, вот вытяните вашего внутреннего ребенка. Первый момент. Второй момент, вот эта колесница, вы знаете, это могут быть любые марафоны, это могут быть любые конкурсы, любые соревнования, где вот вам нужно прийти первой, где вам нужно победить. Это могут быть квесты, это могут быть какие-то задачки, неважно чего, да. Это может быть бьюти-квест, где нужно искать какие-то бренды. Это может быть квест совершенно по другой специфике. Это может быть какой-то марафон по творчеству. То есть там, где нужно соревноваться, там, где нужно впрягаться, скажем так. Вот такой вот совет для единичек. Да, неприятно, безусловно, может быть. Да, может также подскочить давление у единичек, да, солнце с тройкой мечи может показывать давление, и вообще сердечно-сосудистую систему не помешает. Тот же, хотя бы, ту же кардиограмму сделать. Но в любом случае, дорогие единички, не особо тяжело, не особо сложно. И долго вот этот период неприятного разочарования, у вас он не будет, да, тащиться. Тут выпала карта смерть, то есть он, в принципе, уже до конца этого года и заглохнет, и закончится для вас, да. То есть отомрет все болезненное и останется в этом году, да. И вот впереди, смотрите, какие карты хорошие. Солнце, колесница, да, вот как бы по смерти она как бы убирает, вот это все, все плохое, все негативное выжирает, забирает, да. То есть как бы успокаивает, и вам не будет больно, да. Вам не будет болезненно. Вот такой вот момент. Давайте посмотрим второй вариант. Он же квадратный ключик, он же 78 дверей. Может быть, кто-то выбирал по колоде, да. Квадратный ключик и 78 дверей. Так, давайте посмотрим, что ждет вас на коридор затмений, и что полезное вам нужно делать, как его преодолевать, чтобы вот по максимуму для вас это было хорошо, это было полезно, это было здорово, и максимально-максимально выигрышно. Давайте посмотрим. Ну, как интересно, выпала первая пустая карта. Дорогие двоечки у вас, наверное, стоят защиты. Смотрите, девятка жезлов снова о защите. Вы знаете, вот вам нужно, видимо, ставить защиту на себя. Еще один момент. Минимум эмоций давать. Вот. И какие-то всевозможные обряды на защиту. Один момент. И на запитку. Возможно, вы настолько много на себя поставили защит, что вы недополучаете энергии, потому что полностью вот закрыты. Причем это не обязательно могут быть магические защиты. Возможно, вы в целом закрытый человек, который не особо привык открываться. Люди, которые очень закрыты, которые вот вещи в себе, да, такие человеки, человеки в футлярах, скажем так, да, они тоже могут очень много негатива в себе копить, вот как в коробочке, да, как в ячейке. Поэтому постарайтесь все-таки какие-то обряды, какие-то смывы на воду могут быть, какие-то всевозможные. Вы можете даже просто вот в этот период сходить в храм. И вам может тоже хорошо это помочь. Ну, в зависимости от того, какое у вас вероисповедание. Может быть, вы вообще атеист. Хотя у меня есть знакомые атеисты, которые обожают ходить в храмы, обожают ходить в церкви для того, чтобы насладиться красивой архитектурой. Да, я говорю в первую очередь о католических храмах. Красивые, интересные произведения искусства. И более того, даже оставляют на храм и, собственно говоря, благотворительность. Да, потому что если человек любит красоту, искусство, архитектуру, ему все равно, что это храм. Или, может быть, это просто какое-то старинное здание с историей, на которое приятно любоваться. Поэтому, дорогие двоечки, с одной стороны, у вас очень сильная защита. Вы не готовы серьезно сейчас воспринимать информацию, которую я вам преподношу. Один момент. Второй момент. Вам тяжело сейчас. Вот проблемы со спиной, может быть. В целом, груз большой. И вот нужно очиститься. Нужно от лишнего избавиться, сбросить вот этот груз, вот этот балласт. Да, очень такой важный момент. Что еще могу сказать? Больше паники и больше страхов, о которых вы никому не рассказываете, чем действительно каких-то страшных событий в этот период с вами может случиться. Тут больше вот такой самонастройки. Больше самовнушения самим себе нет. Здесь ничего такого, чтобы можно сказать, да, действительно, для вас этот период очень-очень тяжелый. Груз, которым вы грузите себя сами. Защиты, которые, может быть, вы насмотрелись, нахватались, как собака-блох всевозможных защит с YouTube-каналов, всевозможных форумов, на которых их сейчас кладят постоянно. Такая защита от того, от того, от того. А потом человек не в порчах, а в этих защитах валеных, как капустка, да. И эти защиты, они тоже забирают энергию. Они также могут быть деструктивными для человека. Да, особенно, когда их много. Особенно для тех людей, кто, например, вот не может их на себе нести. Да, потому что один человек может нести серьезную, тяжелую защиту. Да, у него энергополя наработаны. А другому это не дано. У него нет такой наработанности полей. Ему нужно что-то совершенно легенькое оставить. Ну, тут больше, безусловно, чистки, больше связаны с водой. И меньше паники и переживаний. Дорогие двоечки для вас. Давайте посмотрим вариант номер три. Что ждет вас? Это такой вот рамбовидный ключик. Смотрите, какой красивый. Да? Медный, не медный, не знаю. Но все ключики очень старые. Так, вариант номер три. Или же Девиан Монтаро. Может быть, кто-то любит конкретно эту колоду, как люблю ее я. Все обещаю вам обзор на нее записать. Это одна из моих самых-самых любимых шоколад, которые бы я взяла на необитаемый остров. Наравне с 78 дверями. Или Норман Малой. Но, тем не менее, ладно. Так, смотрим. Что ждет вас в период коридора затмений. И как максимум получить из этого периода. Так. Восьмерка мечей. Тоже пустая карта. И смотрите. Десятка жезлов. Ну, что могу сказать? Похожий вариант, безусловно, с двоечками. Похожий. Во-первых, паника. Да. Тоже паника. Какие-то постоянные переживания. Но у вас больше паника за то, что нужно много хватать. И паника за материальные ресурсы. Да. За деньги. За наследство. За квартиру. За жилье. За заработок. За доход. То есть такое вот ощущение, что у вас, в принципе, возможность зарабатывать деньги была. Но в связи с последними событиями она так немножечко у вас снизилась. Да. И вы себя нагружаете, что вот как будет дальше, что я буду бедная, несчастная, нищая, нищий. Вот это очень сильно видно здесь, в этом раскладе. Но я хочу сказать, что вот после того, как коридор с отменей закончится, я так понимаю, учитывая то, что десятка пентаклей выпала, у вас, видимо, материальные дела немножко улучшатся. Сейчас я вот этот момент проясню. Знаете как? Не особо так и улучшатся, а вы просто научитесь экономить. Да. Вот не сорить деньгами так. Да. Вот смотрите. Не сорить деньгами так, как вы сорили раньше. Ну, я сама лично могу сказать на своем примере. Да. Если я раньше могла в месяц купить трое-четверо парфюмов, которые, в принципе, я абсолютно могла бы без них обойтись, то сейчас я не покупаю трое-четверо за месяц. Я куплю одни раз в месяц, которые мне действительно нужны. А остальные средства уходят на что-то более важное. Да. Вот я не знаю, слышите вы или нет, на заднем плане шумит фен. Идет ремонт у нас. Ну, фен я имею в виду технический. Не косметический, не парикмахерский. Вот. Собственно, дорогие мои, номер три. Старайтесь экономить деньги. Вы научитесь экономить деньги. И деньги, в принципе, вас любят. То, что у вас вот временный затык такой по финансам, он у вас, скорее всего, сейчас и есть. Он потом вот прорвется, да, прорвется и все-таки наладится, да. И просто вам нужно уметь в чем-то себя немножечко ужать, в чем-то ограничить. Я могу вам рассказать на своем опыте, записать видео о финансах, вообще полностью об этой теме, о финансовом канале, если вам интересно. В любом случае, вот как говорят евреи, спасибо, Господи, что взял деньгами. У вас именно больше вот на финансовое направление затык. Он небольшой. Да, вы можете тоже делать всевозможные очищающие и обряды, именно на очищение, на прогонку ваших тараканов, на очищение от негативных мыслей и так далее и тому подобное. Но деньги вас любят, вам нужно просто свое мышление перестроить, чтобы не тратить, чтобы они не стекали, как вода, на то, что не нужно. Вот тоже очень такой важный момент. И вы все равно свое ухватите. Это были номер три. И ромбовидный ключик. Вроде бы ромбовидный. Давайте посмотрим четверочки. Квадратный ключик вот такой. Тоже очень интересный, старинный. И Николета. Николета нам сейчас откроет секреты. Очень люблю эту колоду, обожаю просто. Всем ее советую. У кого хорошо развит внутренний ребенок. Такие вот девочки-девочки. Так, давайте посмотрим. А если не развит, то с помощью этой колоды можно проработать хорошо своего внутреннего ребенка. Так, смотрим, как на вас повлияет коридор затмения и чем вот себе нужно помочь. Что нужно делать. Самое важное, что вот у вас будет коридор затмения. Так. Ха, как интересно. Дорогие четверочки. У вас какой-то романчик может быть. Причем романчик не потому, что вот люблю, не хочу. А романчик для того, чтобы вот, знаете, вот хочется какого-то развлечения. Хочется какого-то удовольствия. Хочется каких-то вкусных периодов в жизни, да. Вот эта девочка с мороженком, да. Вот она его, он ей не нужен как бы сам по себе. Она его держит, да. Но она знает, что она при любом удобном случае может им рожиться. Может его вкусить, так сказать. Этот рожочек, пирожочек, да. Здесь то же самое. Что я могу сказать? Да, любовная линия может у вас как раз коридор затмений наладиться. Возможно, вы родились из затмения. Возможно, вот именно для вас сейчас вот это вот хороший период, да. Вот когда всем плохо, у вас наоборот идет подъем четверочки. Но вы должны понимать, что вам нельзя полностью нырять с головой в любовь, потому что вы можете раствориться полностью в этом человеке. Вы можете полностью себя растворить и стать никем и ничем, да. То есть просто вот какой-то такой романчик для удовольствия вы можете завести, да. Но это не в замуж, как я называю, в кавычках в замуж, да. Вы понимаете? Это не для замужества. Это для переписки, это для флирта. Это может быть какой-то абсолютно глупейший флирт на сайте знакомств, просто для того, чтобы вы чувствовали себя желанной, чтобы вы развлекались без далеко идущих планов. И вы знаете, вот такие вот отношения для развлекушки, они почему-то сейчас самым странным образом становятся, очень часто в серьезные перерастают, да. Вот. Для чего вам этот человек? Вы можете оттачивать свою грамматику, какие-то словесные интересные обороты, какие-то НЛП, стратегии всевозможные на нем, да. Но тут, конечно же, для меня это и карта исполнения желания, безусловно. Это и вот какие-то отношения, может быть, непродолжительные будут, они закончатся, скорее всего, но они вкусные, они комфортные, красивые отношения, но как бы недлительные, да. Вот знаете, это как вот пирожные и тортики, которые приятны, пока они не входят в привычку, пока они не становятся на нашем столе каждый день. Вот так и у вас. Вот отношения какой-то мальчик-кексик, с которым вам классно, или мальчик-пряничек, но вы должны понимать, что с ним классно, пока он не стал рутиной. Вот. Вот такой вот момент. Могу сказать, что да, отношения, скорее всего, у вас и завяжутся в этот период, либо будут романтическими именно в этот период. И, скорее всего, на следующем затмении они у вас и закончатся. Вот почему-то вот такая информация пришла. Но в любом случае вы должны наслаждаться тем самым состоянием, тем самым удовольствием. И если вы сейчас одиноки, обязательно регистрируйтесь на сайтах, знакомьтесь, флиртуйте, но не растворяйтесь полностью в этих отношениях и не считайте, пожалуйста, что это на всю жизнь до гроба. Вот это очень такой важный момент, дорогие четверочки. Давайте посмотрим теперь пятерочек. Кругленький такой ключик. Лично я очень люблю круглые ключи, но они не так часто бывают. Даже когда-то хотела себе ключ, именно круглый, в качестве украшения. Да, вот от Тиффани, я знаю, есть красивые ключики, но сегодня речь не об этом. Об украшениях тоже скоро запишу новое видео. Так, дорогие пятерочки. Как коридор затмений скажется на вас и что принесет вам конкретно, как вам воспользоваться по максимуму благополучия для себя коридором затмений. Давайте смотреть. Колода называется Таинство Таро. Она издавалась в книжном клубе, сейчас ее вроде бы и нет. Или же Таро Заклинатели ее еще называют. Она у меня уже старенькая, я ее очень, кстати, люблю. И обзор на нее, кстати, тоже есть на моем канале. Повешенный. Шестерка Пентакли. Колесница. И восьмерка Пентакли. А вы, дорогие пятерочки, у вас достаточно много работы в этот период будет. Для вас очень деятельный период. Особенно, если вы занимаетесь магическими практиками, эзотерическими практиками, всевозможными йогами, всевозможными медитациями. То есть сейчас вы можете максимум информации получать. Раз. Вам полезно сейчас оказывать благотворительность. Да, шестерка Пентакли. Также вам полезно сейчас много работать. И вы будете работать, вы не будете скучать без дела. И что еще здесь интересного? Я думаю, что сейчас для вас самый-самый хороший период. Вы можете где-то победить. Может быть, в каком-то конкурсе или викторине. Вы можете переехать сейчас, кстати. Сменить жилье, сменить работу. И эти перемены вам будут во благо. Да, потому что много Пентаклиевых карт. И вообще какая-то ситуация, которая долго-долго, нудно, висела, гнила, вот как-то вот так вот висела куском какого-то катеха, да, она наконец-то рассосалась. Она наконец-то пришла к какому-то действию, к какому-то классному реализационному моменту, да. И вы как бы получите то, что вы хотели. И финансово, и в принципе скучно вам не будет. И помощь вам приходит. И вы кому-то поможете, да. Возможно, кто-то приедет, кому вы поможете. Такой вариант тоже может быть. Для вас достаточно позитивный. То есть то, что долго-долго и нудно висело, и никак не заканчивалось, для вас вот эта ситуация, этот коридор затмения будет таким вот спусковым крючком и для вас благоприятным, да. То есть вот этот повешенный, который долго и нудно висел, он все-таки прорвется на что-то более материальное, более реализационное и практичное. И все ваши стремления, которые вы вот сейчас в этот период будете закладывать, может быть, кто-то будет устраиваться на работу. Они для вас окупятся. Они для вас будут позитивны, благоприятны и с хорошей перспективой. Дорогие пятерочки. Вот смотрите, даже и тут еще тут спинтакли с белкой. Что я могу сказать? Хороший расклад у пятерок, мне он больше всего понравился. Надеюсь, вы напишите, какой вариант у вас. Надеюсь, вы напишите, какие ситуации решились по повешенному, что долго-долго-долго не решалось, а потом все-таки решилось. Очень интересно, хотите ли вы продолжение такого формата. Напишите, пожалуйста, какие вы темы, какие вы обзоры, на какие колоды ждете, не дождетесь. Сама я планирую записать обзор все-таки на Девианты, на Николетту, подробный обзор, по-моему, у меня его нет на канале до сих пор, на двери и на универсальный ключ, но это будет такой обзор уже достаточно. Это не знакомство, это будут, наверное, какие-то мои нюансы, какие-то вкусные такие изюминки, которые я знаю о каждой колоде и которыми, возможно, некоторыми я захочу с вами поделиться. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. Я уже веду для вас этот канал с целых 6 лет. Я рада новым комментариям, новым зрителям. Я очень-очень рада всегда, может быть, кто-то по-другому прочитает какой-то треплет. Можете написать и можете написать, как бы вы его для себя прочитали. Ну и, конечно, интересная обратная связь, какие-то интересные темы для новых видео. Увидимся с вами в новом видео. Желаю, чтобы для вас коридор затмений принес только все самое-самое хорошее. А все плохое осталось в прошлом. На этом все. Я вас очень люблю. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok